Мы живем в век технологии. Представить свою жизнь без электронных приборов сложно, даже, например, без смартфонов. Однако, что делать с техникой, которая вышла из строя? Вопрос ее утилизации непростой и волнует многих. Ответ дает Фонд рационального природопользования, который реализует программу «Школа утилизации» «Электроника». Название программы говорит само за себя, и принять в ней участие могут бюджетные учреждения. Сборы утилизации проходят бесплатно. В экологической программе уже участвуют 11 регионов страны. В их числе Московская область и городской округ Щелково. Стоит отметить, в области уделяется большое внимание сохранению окружающей среды. Щелково является лидером в регионе по сбору отслужившей электроники и передаче ее специализированным организациям для правильной утилизации. За первое полугодие 2021 года было собрано более 69 тонн отходов электрического и электронного оборудования. В нынешние акции, которую провели администрация округа совместно с фондом, приняли участие 7 бюджетных учреждений. Старые принтеры, картриджи, неисправные компьютеры и даже медицинские холодильники. Все это отправилось на утилизацию. Уже не работает, занимало место. Это было 3 компьютера, 3 монитора, 2 принтера. И еще вдобавок очень здорово, что у нас утилизировали использованные кадриджи, которые, естественно, в мусор выносить нельзя. Объем выведенный сегодня старый, списанный в технике и оборудовании. Ну, вот этот фургон, он сколько? Наверное, кубометров 15. Вы можете себе представить, если все это расставить по этому зданию, сколько проблем нам это создавало. Да, конечно, это было проблемой до ее вывоза, а сейчас стало намного лучше. Отходы электронного и электрического оборудования относятся к четвертому классу опасности. Выбрасывать технику вместе с коммунальными отходами запрещено. Ее необходимо передавать на утилизацию специализированным организациям. Снизить вред от захоронения электронного мусора, а также сформировать навыки раздельного сбора отходов у населения – вот цель программы. Важно и то, что всем собранным приборам, которые до недавнего времени лишь занимали место в учреждениях, теперь дадут новую жизнь. Максимум элементов утильного электронного и электрического оборудования после переработки будет направлено на вторичное использование. Продолжение следует...